Обираясь на свои географические преимущества и преимущества каналов, провинция Хиилунзян опорно развивает транскраничную электронную коммерцию. Круг друзей Хиилунзян неразрывно расширяется, и транскраничная электронная коммерция стала новым двигателем развития внешней торговли во всей провинции. Менеджер по продажам продуктовой компании «Деланфу» в провинции Хиилунзян представляет продукты канадским покупателям и ведет переговоры о сотрудничестве. Компания в основном разрабатывает, производит и продает соевые продукты. Благодаря команде по продажам транскраничной электронной коммерции, продукты экспортируются в США, Калантию, Кананту и другие страны и регионы. Иностранные загажки рассместили борщица газов, и сейчас мы работаем сверхурочно. В 2022 году объем экспорта предприятий достиг более 10 миллионов юаней, что составило 90% от общего объема продаж. Позитивное развитие транскраничной электронной коммерции способствовало стремительному росту импорта-экспортного бизнеса логистического центра беспошлиной логистики Хи-Хи в 2022 году. В 2022 году объем грузовых перевозок, контролируемых Рогистическим центром беспошлиной логистики Хи-Хи, составил 49 тысяч тонн, увеличившись в 17 с половиной раз, а общая стоимость импортной экспорта торговли составила около 1 миллиарда юаней, увеличившись в 25 раз. В научно-технической компании Лин Хан Шума Харбина сотрудники заняты оформлением доможня к декларации на экспортные товары. Когда лечь заходит от достижения компании за прошлый год, менеджер компании широко улыбается. В 2022 году мы отправили в общей срочности более 10-100 тонн грузовых посылок, что на 69% больше, чем за тот же период прошлого года. В дополнение к российскому рынку мы открыли в общей срочности 9 зарубежных складов в общей площадью более 70 тысяч квадратных метров по всему миру. Судя по текущей ситуации, мечтаем, что в 2023 году оборот возрастет. Борис Табринтовые компании, такие как Xiaomi, Huawei, Medi и другие старые партнеры компании. В 2022 году компания также была признана Министерством коммерции, профильным национальным предприятием в области торговли и логистики. В последние годы Харбин активно продвигает строительство комплексной билетной зоны трансклиничной электронной торговли. В 2022 году объем импорта и экспорта трансклиничной электронной коммерции достиг около 2 млрд юаней, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.